Вы смотрите отзыв об отеле Бентата Бич, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Береснева Екатерина, который был в нем в 2013 году. Отдыхали с 29 декабря по 12 января по программе Канди Бич Тур работой туроператора, остались довольны. Автобус был комфортабельным, гид профессиональным, гостиницы во время путешествия хорошими. В этом году новогодние каникулы мы с мужем решили провести в Мексике. Но в связи с концом света цены так выросли, что пришлось искать другое направление. После прошлогодних Вьетнама и Камбоджи, продолжив изучать направление, мы поехали на Шри-Ланку. Тур бронировали еще в сентябре. Летели шри-Ланкийскими авиалиниями без посадки, 29 декабря домодедово напоминало растревоженный муравейник. Казалось, что из Москвы улетают все, особенно наши бывшие республики, которые теперь за границей, так что не то, что сесть встать было негде. Выйлет забержали на 2 часа. Приехав на регистрацию очень заранее, место мы получили в жопе МИР, то есть самолет минус 64 ряд. Ну и ладно, зато летели спокойно. В первом салоне наши начали отмечать, но за первый оборот колеса. И так всю дорогу. Кто-то даже пытался закурить. В общем полный мрак. Встать и кормили хорошо два раза, стюардессы милые и услужливые. По прилету мы быстренько прошли паспортный контроль, электронное разрешение оформляли по интернету, получили багаж, нашли своего гида, автобус и поехали в Канде. Группа у нас была небольшая, 14 человек. Несколько семейных пар из Москвы, группа чиновников из Краснодара, славящих губернатора Ткачева, как не славят, наверное, господа нашего, два героических дедушки из Подольска. Нашим гидом был молодой человек по имени Кокеда Сильва, Коля. Он учился в России 5 лет. Язык знает отлично. Вообще большой молодец. Переезд до Канде занял около трех часов. Движение левостороннее, по одной полосе в каждую сторону, правил нет. Первым нашим отелем стал The Swiss Residence в Канде. Отель построен в 19 веке, с богатой историей. Хотя и несколько потертый, но весьма симпатичный. Там же мы встречали и Новый год. В первый же день мы посетили храм Зуба Будда и Шоу национальных танцев. На следующий день поехали в Нуварайлию, Новую Англию и на чайные плантации. Красота потрясающая, водопады, горы, облако, зацепившиеся за вершины. Дорога жуть. Серпантин, правил нет. Основательно закупившись чаем, вернулись в Канде встречать Новый год. А на следующее утро в 8 часов утра уже выехали в Сигирию для подъема на Священную гору. Надо сказать, что подъем дело сильных духом и телом. Жарко, тяжело, страшно. Сначала по каменным ступенькам, потом по винтовой лестнице, потом по металлической лестнице на самую вершину. Высота 70-этажного дома. Я дошла до львиных лап и решила, что хватит. Остальные полезли на самый верх, даже дедушки. Вечером приехали в отель Касапа Лайонс Рок. Он состоит из нескольких бунгало практически в джунглях. Новенький все есть бассейн, душ, телевизор. Утром увидели огромное количество диких птиц, для наблюдения за которыми в этот отель и приезжают. Но наш путь лежал на юг, сначала в Дамбулу пещерный храм, а затем на побережье к месту отдыха. В отель Бентота Бич мы приехали уже в темноте и рассмотреть территорию толком не успели. Номер нам дали хороший, на три этажа номер 104, над самым рестораном, у нас был супериор. Для жизни все есть, только маловатый размер и санузла не развернутся. Убирались хорошо, два раза в день, утром уборка, вечером пополнение запасов воды, хумитокса, устилание постели цветами. Денежку оставляли всегда, 100 рупий нам не выбыток, а им приятно. В ресторане, у нас был завтрак-ужин, питание вкусное и разнообразное. Много острых блюд, но они помечены. Всегда есть курица, рыба, овощи. Напитки за ужином платные, чай бесплатный. Представьте себе такую картину, сидим с мужем и женаем. Я попросила чай, официант мне его принес, обслуживают очень быстро, я его поблагодарила. За соседним столиком сидели две бабульки весьма простецкого вида. Вдруг одна ко мне поворачивается, и как зашипит, ты что его благодаришь? Он черномазая обезьяна и обязан тебя обслуживать. Я была в шоке. Пришлось объяснить, что рабство давно отменено и принято говорить спасибо за хорошо сделанную работу. Не убедила. Да, публика попадается разнообразная. Вообще в отеле было много русских, украинцев, немцев и другие. Полный интернационал. Но вот что интересно, вроде далеко дорого, не массовое направление, не ал, а такие кадры в труселях выползали, прям как алкаши из соседнего подъезда. Утром наконец-то смогли разглядеть территорию отеля. Действительно большая, зеленая, полна всякой живности, главное ни на кого не наступить. Пляж отделен заборчиком с охраной. Лежаки стоят под пальмами, но если вам надо, то поставят и на песке. Матрас и полотенце принесут прямиком на лежак. Сдавать полотенце никому не надо. Море неспокойное. Волны постоянно, но купаться можно. Мы переходили прибой и плавали в свое удовольствие. Под пальмами кусаются маленькие черные мушки. Не больно, но потом вздуваются красные чесучие прыщики, пока не прошли. На пляже дежурят гиды в желтых майках. Нам достался Джама. Совершенно бандитского вида парень. По-русски говорит не очень, но понять можно. Через него попали в массажный комплекс Лалуна. Очень понравилось. Брали 5-дневный комплекс Аюрведы. Эздили в Галле – 80 долларов. По реке Бентото – 40 долларов. На шопинг – 10 долларов. Отработал честно. Машина была хорошая, возил туда, куда хотели. Местные не приставали. 6 января отметили Рождество. Отель постарался на славу. Были и коктейли в плавучем ресторане и шоу с русскими песнями. И даже русская кухня. Сварили борщ, сделали оливье и винегрет сананасом вместо соленого огурца. В общем, в отеле нам очень понравилось. Конечно, есть недостатки – электричка прямо за воротами все-таки слышна. За территорию отеля пойти особенно некуда. Вечером гуляли по пляжу. Цены на обед не особенно гуманны. Особенно если сравнивать с прошлогодним Вьетнамом. Не очень повезло с погодой, было пасмурно и дождливо. Но это все мелочи по сравнению с чудесной природой, потрясающим океаном и состоянием полного релакса, которое мы получили во время этого отпуска. Так что смело, вперед 12 января мы завершили свое пребывание на Шри-Ланке. В аэропорт нас забрали в 3 часа утра, вылет в 9 часов – кошмар. Кстати, может кому пригодится, в аэропорту вас встречают носильщики. Это такая местная мафия. За 2000 рупий, 500 рублей, нас бегом провели мимо всех досмотров. Замотали чемоданы, поставили в очередь на регистрацию в первых рядах. Погрузили чемоданы на транспортер. Да и место в самолете мы получили самые лучшие – 26 лет. А вечером того же дня – здравствуй, зимняя Москва. Теперь просматривая фотографии, будем вспоминать райские каникулы на Шри-Ланке. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok